добрый вечер дорогие зрители как всегда по четвергам мы начинаем нашу передачу чп час поэзии из нашей студии на арбате сегодня у нас в гостях поэты андрей баранов игорь лукшт и мой соведущий поэт игорь царев но я естественно и сегодня мы хотели бы начать наш разговор с великого могучего русского современного языка и вот как кто-то передачи андрей сказал так какие красивые слова которые правда но не он придумал давно когда-то написал иван сергей тургенев вот игорь начни вот я к сожалению наизусть не знаете слова тургенева напомнить напомнить зрителям в одни сомнений в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне надежда и опора великий могучий правдивый и свободный русский язык и вот начиная говорить о великом могучем правдивым русском языке сочном ну речь шла в девятнадцатом веке русском языке да и действительно все мы здесь сидящие и вы наши дорогие зрители с детских лет читали пушкина лермонтова некрасова тургенева ну достоевского толстого действительно великий могучий сочный язык который к сожалению сегодня немножко он да сегодня сегодня таким языком уже не пишут или на таком языке как правильно я с этим не соглашусь вот с этим не соглашусь потому что мы специально пригласили гостей которые как раз пишут на прекрасном великом могучем русском языке поэтому я хочу для начала чтобы они немножко рассказали о себе каким образом они занялись поэзией и почитали свои стихи доказали что а я вот подругу жив нет вот чтобы доказать что язык жив вот надо начать не с рассказа себе а вот прочитать хотя бы по одному стихотворению и свое творчество давайте игорь начинать хорошо шансонье дай волю нищий шансонье гулять картавище строке по медной медленной струне забудь о звонком пятаке летящим вмятую жестянку и сердце стынущую ранку прозри в фиалковом зрачке как придорожная трава как сон пылящихся камней просты гортанные слова но гул сиреневых ветвей но майский гроз дрожащий воздух но лепестки пионов поздних и солнце поздних алтарей любви и скорбь осенних дней все разгребет разбередит мотив не спящих площадей неси твой сердце пощади певца за призрак расставаний и на язык воспоминаний шансон его переведи андрей эстафету подхватываем пара быков полусонных солнце влекут по параболе пара бы нам отправляться по горной дороге домой волглой дорогой горной долго скитаться надо ли долго скитаться адами нам предстоит с тобой голым голодным големом гоем изгоем призраком загнанным пятый угол изгнан считай забыт долго ли нам извиваться на ангельский меч нанизанным призванным но непризнанным вросшим по плечи в быт югою огорошенным в югою запорошенным в капище мира брошенным с кнопкой нажатой мьют пара быков солнцеликих гордых свою ношу тихо бредут на запад и о любви поют вот настоящий на мой взгляд сочный русский язык просто когда мы затевали разговоры решили сегодня говорить о поэзии о русском языке я вспомнил о том что в мире сегодня насчитывается примерно 7000 языков при этом как подсчитали специалисты что каждую неделю гибнет один язык потому что значит просто не остается его носителей считается что для того чтобы язык комфортно существовал нужно как минимум менять миллион носителей вот в европе сейчас погибает 50 языков в америке так далее то есть и прогноз какой что через 25 лет останется всего где-то 250 языков вот и может быть люди значит все больше будет либо на английском либо на каком-то общем и та же проблема сейчас касается русского великого могучего языка потому что настоящих носителей языка осталось не так много где-то 130 миллионов и еще есть как бы за рубежом где-то еще миллионов 20-30 которые милая и так далее вот и специалисты бьют тревогу потому что язык деградирует язык деградирует если удали в словаре около 30 тысяч слов 200 250 тысяч слов пушкин использовал 30 тысяч слов современные журналисты как подсчитано используют порядка двух с половиной тысяч слов то а слова элочки людоедки все знают из чего состоит да вот то можно предположить вот эта деградация которая происходит в мире сегодня не выгодно быть культурным да и не обязательно потому что большие деньги зарабатывать не те кто правильно говорит и умеет правильно излагать свои мысли совершенно иногда другие люди и вот и поэтому удивительно когда несмотря на это язык себя защищает привлекает людей вот я хочу вам задать то есть вы владеете языком безусловно но скорее всего язык владеет вами заставляет их писать вот откуда вы пришли в поэзию зачем вы пишете что вами движет в общем я кончался строгановку ну вернее там более длинный путь был сначала кончил мои потом через семь лет уже поступил строгановку кончил скульптуру покатилась собственно художественная жизнь вот писал в юные годы писал так сказать такую поэзию как это называется поэзию в альбом что называется вот но потом уже позже она более серьезно захватила и наверно там какие любовь наверно такой сильный мощный ревиза еще надо фактор который в какой-то момент причем может быть там не удавшаяся какая-то переживали а когда вы живете сильные переживания которые как бы подвигли душу до на более серьезную разговор ну и вот и с тех пор как-то пошло это дело написал сначала вот что называется в стол а потом заложил интернет появился тут появилась возможность публиковать и это стало дополнительным стимулом во первых а во вторых сама сама пребывание на сайтах это хорошая очень школа конечно раскрываются довольно большие горизонты разные направления потому что поэтов много интересных много разные совершенно школы в общем интересно интересно и самому поварить а вы как 0 я писать начал еще со школьной скамьи и ну как-то наверно отличие от игоря всегда серьезно относился к поэзии ты сюда действительно как бы и до сих пор у меня стихи все-таки пожалуй главный смысл моей жизни главное содержание моей жизни вот хотя что называется в миру я разумеется этим денег не зарабатывать деньги скажем так поэзия скорее забирает деньги чем дают вот а ну я поскольку всегда любил литературу всегда хотелось именно работать с языком языком вот то я пошел учиться на филологический факультет филологических кудет то есть я заканчивал ульяновским потому что я сам родом родом то есть с украины очень рано семья переехала ульяновск когда еще я был ребенком и вот как бы основная часть жизни прошла вот на волге вот и вот именно любовь к языку привела меня сначала на филологический факультет и наверное любовь к языку привела меня на кафедру философии в герценовский институт потому что вот как вот в поисках что ли новых как поворотов новых смыслов как-то постараться расширить как бы горизонты своей поэзии вот я увлекся философией и преподавал потом много лет и философии истории культуры вот сейчас работаю в издательстве но еще раз говорю то есть это как бы вот как бы внешняя сторона жизни а при этом я постоянно 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 пишу и вот я хочу мысль игоря может быть поспорить мне кажется что все таки все таки вот поэт во многом ну такая может крамольная мысль во многом паразитирует на языке мне кажется то есть все равно эти язык да действительно язык душа народа душа народа может быть вот эта болезнь языка который мы сегодня видим да то есть вот в чем в чем выражается болезнь да где-то огрубление опрощение языка до агрессия иноязычных всяких слов пока не переработанных языком да то есть пока не потом они наверно будут адаптированы как панталоны фраг жилет до были адаптированы еще пушкин досетал помните панталоны фраг жильцах этих слов на русском нет да сейчас они все есть на русском вот и вот идет болеет язык почему болеет язык мне кажется язык болеет потому что болеет народ болеет народ а нет чем народ болеет конкретно ну не знаю параличом воли на может быть он болеет трудно сказать вот может быть с ребра любим он болеет болеет вот я вот хотел как бы вставить свое слово мне вот на мой взгляд вот когда мы учились а мы примерно одного поколения да когда мы учились то мы были ну я не знаю насколько это было правда самые читающие нации в мире мы выпускали вернее страна выпускала литературные журналы миллионными тиражами чего сегодня нет мы за книгами гонялись мы их меняли на макулатуру собирали специально чтобы приобрести какие-то мы хотели читать мы любили читать да и большинство советских людей любили и умели читать потом когда потом тратить мы это мы не утратили а вот поколение которые пошли за нами когда пошла перестройка и потом капитализация то пошли какие-то новые веяния чтение уже стало необязательным как кто из вас сказал не помню что люди в другую реле и ударились то есть люди ударились велика зарабатывать деньги да и до книг уже не было никакого дела и сегодня сегодня особенно вот даже современные студенты ну когда вот общаюсь с ними и когда начинаешь говорить о литературе а тем более поэзии и они практически не считают они только смотрят борьба единство противоположности я вот хотел сначала провокационный вопрос задавать сам уже не удерживай и ответить потому что да вот мы говорим сейчас идет деградация языка идет как бы обескультуривание народа и так далее другой стороны на прошлой передаче андрей коровин честно сказал что он считает сейчас поэзии происходит некая революция и грядет нечто подобное подобие серебряного века это действительно так потому что такое количество поэтов которые можно сегодня найти в интернете трудно себе даже представить то есть идет некая встречная волна понимаешь то есть на языка народ да язык движет людьми я считаю что это подсознательно как-то иначе люди вот когда возникает вакуум пустота какая-то культурная пустота это пустота требует наполнения идет встречная волна вот это вот как представители встречной волны и сидят и мы в какой-то степени с тобой не представляем это же говорим хотя в этом это уже это представители ли русского литературного языка и они этот язык месяц со своей поэзией стараются нести в массы а сегодня интернет это действительно массовая я думаю проблема с изменениями языка она на самом деле было всегда просто мы судим своим культа временном отрезке нам кажется что кто-то говорит плохо мы тогда есть много людей которые очень хорошо говорят и великолепно пишут и молодых людей то есть не уже таких этих матерых монстров которые там занимаются тем давным-давно и по 18 по 20 лет а пишут великолепные вещи владеют языком в совершенстве но но у них был наверное перед глазами пример родители или бабушки дедушки которые с детства читали книжки сказки стихи да вот прозвала интернет пример то есть туда заглядываешь и вот тебе пример там куча хороших стихов того же игоря лучше того же андрея барана читаешь думаешь ах и не только чем технически содержательно это не хуже многих как бы если не ловитов которые стоят на каком-то пьедестале и вы то сами но можно и говорим вместо игорь я еще одну такую мысль внесу наше телевидение которое сегодня на всем пространстве как бы держит марку россии оно тоже помогает деградировать вспомните какие требования были к ведущим вернее к директорам того советского времени и как сегодня косноязычные ведущие и это кажется многим нормой ну понимаешь вот я не знаю потому что действительно происходит да не только ведущие очень много известные люди как говорится вот я вспоминаю я просто смеялся очень громко очень известный политик на передаче там сказать с очень известными людьми культуры вот когда нахваливал спектакль чей-то искал это просто пир духом и режиссер чутких словоскал пир вот потому что слово она имеет вкус она имеет смысл словосочетание за словом нужно следить конечно а у нас в язык богатый русский там столько синонимов да мы хочу сказать вот ребят вы согласны с нами или нет вот лично со мной я стал защищать то что идет встречная а я хочу обратиться к зрителям если вы согласны или не согласны вы нам звоните и пишите эсэмэски и мы будем с вами или спорить или соглашаться в общем у меня нет ощущения что деградирует язык я думаю что так достаточно активное поисковое время сейчас это действительно внедряются большие системы новые это интернет частности и так сказать и фольклорные какие-то дела и тут новоязы которые это тоже в общем так или иначе поиски я это рассчитываю как поиски пусть на фольклорном пусть на низком уровне но это тоже по языковые поиски мне кажется нормально существует сегодня язык богатые возможности у него и он использует все все эти возможности используются и в интернет системах в частности конечно на полную катушку я так не очень я не не уныло смотрю на нынешнее состояние языка мне кажется там все идет довольно интересно интересно просто другое дело что каждый выбирает себе конечно так сказать область наиболее как комфортную для существования потому что естественно язык как проявление человека в значительной степени каждый говорит на том языке которому близок но в общем-то я вот абсолютно у меня нет ощущения что как какая-то общая деградация языка идет нет нету действительно много много поэтов хороших поэтов настоящим не может назвать кто у тебя на слуху на поле горшков в частности сейчас скажу саша саша за куринка саша прекрасные поэты такие будь здоров то в общем сейчас конечно можно называть я знаю что андрей он составил целую книжку антологию современной поэзии вот как ты их отбирал скажи отбирал чисто субъективно на свой вкус да да фактически на свой вкус потому что действительно я считаю что вот вообще в поэзии не может быть как бы эталонов и как бы раз и навсегда утвержденных там не знаю и закрепленных так сказать место звание чинов и прочее прочее то есть я считаю что это поэзия во всяком случае живая поэзия может быть там хотя и классики можно спорить понятно да это же пара разные мнения высказывать о разных поэтах но во всяком случае живая поэзия вот мы не живущие вот очень любят у нас раздавать как бы вот венки лавровый вот блестящий по этот гениальный поэт это да это супер и так далее вот я никогда такие разговоры не поддерживаю потому что я считаю что только время расставит все на свои места и возможно что те поэты на которых сегодня литературная тусовка молится что ну через там десяток лет их никто не вспомнит а допустим какие-то поэты которые может где-то сидят там своих конурках где-то пишут что-то и неизвестно так сказать ни в каких конкурсах не побеждают ни в каких фестивалях не участвует а потом окажется что камень отвергнутые строителями сделался головой угла то есть вот я думаю что именно так и будет на самом-то деле вот поэтому вот здесь я бы хотел сказать вот про этот отбор да то есть действительно у меня как у человека который ну читает и пишет вот разумеется есть свои предпочтения и я очень люблю многих поэтов вот и разумеется это не 17 человеком и я разумеется это гораздо больше вот но когда мы составляли этот сборник он будет называть он называется самое время вот и он уже отдал печать и выйдет он и 3 сентября на международной книжной ярмарке в москве будет его презентация вот когда я отбирал возможных кандидатов для для этого сборника я именно руководство только своим курсом вот говорите говорите да 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 мы слушаем добрый ночью добрый ночи добрый ночи у нас поколение дело в том что меня зовут Сергей Сокольский и мы сегодня были здесь вот на живом ТВ передача называлась все женщины мира вот и в общем то нам вас рекомендовали в частности вашу программу да ваши коллеги тем более то что сегодня в студии была замечательный художник Светланы Ире и замечательный поэтенца Никита Симонова вот что нужно сделать для того чтобы попасть именно уже теперь к вам в передачу да я особо это ничего надо просто писать настоящие стихи и мы будем приглашать каждый четверг разных поэтов которые действительно пишут интересно красиво я могу поверить, что он пишет совершенно настоящие замечательные стихи в этом вы даже можете не сомневаться ну значит этот человек будет у нас в гостях так вот я и сказал что это я Сергей Сокольский вот дико Симонова как можно было попасть вы позвоните после передачи запишем телефон да и все и потом с вами свяжемся хорошо? хорошо все вам удачи я думаю что все таки еще не все покинет с нашей молодежью наверное все таки многие молодые люди читают не только книги и наверное очень правильно говорят на нашем хорошем совещании русском языке так что я думаю не все так плохо на самом деле и вам спасибо все ждем звонка спасибо большое все доброе ну вот я договорю мысль то есть конечно было больше как бы возможно кандидат но во первых некоторые отказались сами то есть вот я очень жалею что отказался участвовать в сборнике Сергей Шостаков это вот на мой взгляд это еще раз говорю мой чисто субъективный взгляд вот наиболее гениальный поэт современности именно гениальный это Сергей Шостаков я знаю что Андрей извини конечно вот эти эпитеты гениальные нет это я же сразу сказал что это мое личное субъективное мнение тем не менее тем не менее тем не менее у нас гениальный один поэт Пушкин да но я еще раз говорю это мое субъективное мнение к которому совершенно не надо считаться вот почему Вот, и, ну, приколепный поэт Мирам Григоров, да, он тоже отказался, допустим, тот же Андрюша Коровин отказался, кстати, вот, Иван Зеленцов, я очень люблю этого поэта, он прекрасно пишет, отказался, да, но... Нет, ну, там, может быть, были причины какого-то, может, материального характера или морального, или кто-то не хотел с кем-то рядом. Да, разные, да, я бы не хотел сейчас вот о причинах говорить, я просто говорю, что такое произошло, вот, а вот те поэты, которые потом там остались в результате, да, у нас вот в издательстве есть еще генеральный директор Константин Леонидович Рыжков, он филолог по образованию, блестящий вкус у него литературный, и вот из тех кандидатов, предложенных мной, он еще, так сказать, потом прошерстил, отобрал, да, И вот сложилась такая вот у нас компания 17 человек, вот, которая в результате составила вот этот сборник, вот, то есть вот такая история этого сборника. Вот, хорошо, вы сказали, что вот этот сборник выходит, это здорово, что на бумажном носителе, уже слова-то какие, да, носитель, не книга, а вот на бумажном, ну, книга выходит, вот, где 17 лучших, на взгляд, Андрея поэтов, эта книга будет в продаже? Конечно, да, конечно. Так что, как она называется? Самое время, самое время. Самое время. Да, вот название предложил Александр Кабанов. Следите за... Был такой небольшой конкурс между участниками сборника. Следите, когда эта книга появится на прилавках, на развалах, может быть, тоже, вот, и читайте поэтию. Но, ладно, с 17 авторами, да, из этой книги, а вот вы же пришли сюда не только разговаривать о языке и читать. Самое время прочитать. Да, да, прочитать. Прочитать. Вживую. Применяется, да? Прощание Гектора с Андромахой. Держи покрепче его, Андромаха, не отпускай. Не отпускай его, Андромаха, он не вернется. Полки ахейские заполонили наш чудный край. От стрел ахейских померкло небо, погасло солнце. Не отпускай его, Андромаха, он не придет. И как бы не был твой муж прекрасен в разгаре боя, но смерть коварна, она дорогу к нему найдет. Для смерти нет наслаждения выше, чем жизнь героя. Прям заплачет и будет праздновать Менелай, и будут дети идти по миру без ласки отчий. Не отпускай его, Андромаха, не отпускай. Ведь он и сам в мясорубку эту не очень хочет. Ему бы жить на краю обрыва и по ночам, писать по воску изящным стилем стихи и оды. Но он воитель, все знают силы его меча. Герой не может быть равнодушен к беде народа. И он выходит, восторг сражения в его глазах. А на стенах в ожидании чуда застыло трое. А дома юная Андромаха, она в слезах. И рядом дети. Не помню точно. Возможно, трое. Спасибо. Я хочу обратиться, если нас смотрит молодое поколение, то если бы Андрей Баранов в детстве, в юности не читал бы Ильяда и Одиссеев, то он бы не написал таких стихов. Я к чему говорю? Что нужно читать и читать. Игорь. Закон сияющего мира. Антона. Мне снился сон. Вечерний луч по сумеркам ремен проводит косяки пурпурных кобылиц. И в зеркалах озерных вод плывут они, как розовые льдины. И в воздухе густеющем сквозит печальный зрак багрового светила. Мне снилась незнакомая земля. Ни шелеста, ни свиста, ни ответа. Глухие опустевшие поля с толпами рдянами стихающего света иссечены. В наволкшей тишине по пустырям, по сизым кепелищам мать птицу кричит и след мой ищет. И бедная стена это обо мне и руки простирает надо мной. Я смерчем дымным, ржавую золой, палящей мглой, иду по руслам рек, мету долины. Долгий этот бег по гребням изувеченных камней. Отстылым прахом родины моей ничто не в силах прекратить вовек. Дым, ветер, гарь, печальная свирель. Я разомкнул глаза. Холодный хмель ночных растений лился через дверь к созвездиям плывущего балкона. Вздыхала роща гулко и бессонно. Трещали влажно-сочные листы. В сплетениях трав косматые кусты макали гривы в молоко газонов. Цикады сумасшедшие кричали. Позванивали мощные спирали галактик. Мириады звезд, перед молчанием которых нем и босс стоял. В округлые орбиты замыкали пространство ревых немыслимые дали. И был закон сияющего мира. Так прост. От ливнями умытого порога я шел с мольбой. Туманилась дорога к далекому полуночному богу. Стихала ночь. И в колбели малой дитя мое, как облако дышало. Вот он, русский язык в действии. Все называется. А вот я хочу, Игорь, такой вопрос задать. Вот поскольку вы скульптор, человек, как бы, творческим двойне пишете стихи, ваяете. И вот этот симбиоз, он сказывается на глубине стиха. Ну, то, что вы прочитали, это действительно, это настоящая, мощная поэзия, которую хочется слушать, размышлять над этими словами. Ну, может, это такой примитивный вопрос. Ну, я хотел бы, чтобы вы на него ответили. Ну, как бы сказать, ну, основа художественной жизни возникает какое-то чувство сильное в душе, и хочется его закрепить в материале, в любом. В камне, в графике, в цвете, в слове. Вот. Есть вещи, которые я могу уловить в сети, так сказать, скульптуры, а есть вещи, которые я там не могу. Для этого мне нужен, вот, собственно, слово или язык. То есть, это разные темы возникают в душе, и вот у меня была такая история. Там я в юности ходил на репетиции оркестра духового, делал наброски. Меня руководитель, собственно, спрашивает, а для чего вы делаете наброски? Я говорю, вы знаете, честно сказать, не могу пока. Вот делаю, так сказать, просто нравится как это все. Это была такая очень камерная студия, квинтет духовой. Так у меня был такой образ танцующего бегемота, прямо из них с этой туба, волторна, там, красивая была ситуация такая. Он мне говорит, руководитель, да, я вас понимаю, искусством заниматься не колбасу резать. Я так еще подумал, почему колбасу. Очевидно, потому что в колбасе есть технология, как ее резать. А в искусстве, собственно, технологии по-настоящему, вот уже, то есть есть некие приемы, но как пройти в конечную точку, никто не знает. Каждый раз это такой путь. Ну вот, я по наброске понаделал, поделал, а потом прошло время, и оказалось, что это вылилось в стихотворение, там, оркестр. Понимаете, так получилось, что никогда не знаешь точно. Вот сегодня уходит сюда, так сказать, кривая, а потом завтра возвращается, то есть в скульптуре. Некоторые темы у меня дублируются. То есть вот в скульптуре проходит тема, и в слове еще. То есть передается и в слово. И в слове, да. Ну, скорее всего, это не как слово, как иллюстрация к скульптуре, а просто разработка темы. Вот иудив есть у меня, так сказать, в скульптуре, а есть тема в стихе, например, там, например, там, натуршица, такие темы есть там. В общем, есть темы, которые сдублированы, которые позволяют и там, и там работать, как бы на полную катушку. Понимаешь, смотри, какая-то, как бы, вот мотивация творчества некоторая, это создать что-то более вечное, чем ты сам. Чтобы вот после тебя что-то осталось. Вот скульптура, безусловно, живет дольше, чем ее автор. А иногда стихотворение может прожить еще дольше, чем скульптура, потому что оно не подвержено тлению. Ну вот, Андрей, почему я обратил внимание, вот, молодого, подрастающего поколения, на то, что... Сколько уже в идеале Одессеи? Ну, уж как минимум, 3000 лет. 3000 с лишним. В мире руки отломали, а 1000 с лишним. А в мире живет. Да, да. И причем передавалось это и в устном творчестве, и тогда интернета не было. Ну, вот Игорь сейчас сказал взгляд, как бы, изнутри. Я скажу сейчас взгляд читателя, потому что я очень люблю поэзию Игоря. И вот я, например, вижу, что он и в поэзии скульптор. То есть, вот, это, я опять говорю, это мой субъективный взгляд, я его никому не навязываю. Но у меня такое ощущение, что вот Игорь как вот глину набрасывает там на это самое, на каркас, да, а потом из нее лепит, да, фигуру. Так вот он берет язык, да, сегодня в моей языке как раз говорим. Вот набрасывает этот язык туда, вот эти слова, слова, много-много-много слов, а потом их лепит, лепит, выжимает всю влагу лишнюю, и каждое слово встает прямо в его ячейку. Прям вот слов много, слов много, но каждое слово на своем месте. И вот возникает ощущение фактурности, возникает ощущение, вот, можно пощупать стихи Игоря, можно пощупать. Я вот когда их читаю, мне хочется их пощупать. То есть, это вот взгляд со странным. И чувствуется богатство языка, то есть диапазон, да, как бы вот количество слов разных используемое, очень велико. Потому что, когда читаешь некоторых поэтов даже, да, которые, слава богу, что они пишут, все это замечательно. Но хочется вам сказать, что, ребята, сокращайте длину фразы до длины мысли, потому что там очень много слов лишних. А здесь действительно каждое слово на своем месте, оно играет. Бывает, что много слов, но все не на своих местах. К сожалению, таких очень много текстов. Вот Игорь, слава богу, не относится. У него слов много, но каждая на своем месте. Это про Игорь, да? Да, нам поступил вопрос. Не нам, а вам лично. Да. Ваше отношение к сайту стихи.рум. На самом деле, может быть, кому-то нужно объяснить, что в интернете существуют сайты, где собираются любители поэзии. И могут размещать, публиковать свои стихи. Профессиональные поэты, которые являются членами союза писателей и так далее, относятся к этим электронным сайтам достаточно скептически. Почему? Потому что там каждый желающий может разместить свое стихотворение. И поэтому, безусловно, там очень много плохих, может быть, графоманских стихов. Но я отношусь лично, я отношусь к этому замечательно. Потому что для того, чтобы вырос какой-то из нашей культурной среды новый гений, новый Пушкин, обязательно должна быть среда. Должен быть гумус, без которого ничто не вырастет. Может быть, все мы станем гумусом для этого гения, который произрастет. Это общение, когда люди говорят о поэзии, общаются, читают другие стихи. Это рождает некую атмосферу, без которой поэзия просто невозможна. И гениальные люди, будущие поэты, просто не смогут без этого вырасти. Поэтому здорово, что есть такие сайты. Здорово, что есть стихи.ру и остальные. Потому что это движет поэзию вперед. Ну а теперь, может, вернемся еще раз к поэзии. К поэзии? Конечно. Если прочитаем еще что-нибудь? Конечно. Ну и еще одно что-нибудь прочитаю. Причал называется. Меркло небо голубое, ветер западный крепчал. Море молотом прибоя колотило о причал. Мы прощались на причале от судьбы на волоске. Чайки шалые кричали на забытом языке. Ты стояла и курила, опершись на парапет. О нездешнем говорила и о том, что смерти нет. Вдруг от пристани от чальв пароход издал гудок. И оставил за плечами припортовый городок. Мне до гавани страдания контролер продал билет. До свидания. До свидания. Мы ведь знаем, смерти нет. И настроение, и мысль, и душа. Землякоп. Дело древнее мое. Разговор с корой земною. Красочное видео, статистика. Солнце жар, дождик с киркою. Простодушное житье. Острым лемехом лопата, узловатое древко. Вековой слежалый ком рассечет неглубоко. Хлеб дается. Трудновато. Дарит грубая земля одинокому герою. Встречу с утренней звездою. Разговор с душой немою. Жизнь негромкую суля. Обнажая соль и камень, Темных вод подземный ток, Я срезаю трав, венок, Кашку, клевер, василек. Слижет все лопатный пламя. Крова будущего ось Завяжу со звезд осями. На заре в зеленом храме Помолюсь. Из горла ямы Выну глины первой горсти. И пойдет качать лопата Мерно маятник времен. Нет меня. Я только звон Камня до гудения крон. До кусок земли початый. Так куда летят года? Странный труд. Кому мой нужен? Напахнет подземной стужей. Снова голову закружит. Снова манит. Пустота. А вот сразу вопрос По этому всеотворению. Вот что навеяло? Вот какой-то землекоп. Ну, я у меня очень богатый. Или же это не землякоп? Богатый опыт по копанию. У меня богатый. Посыл был не от землекопа. Богатый опыт строительных работ. Я много работал на стройках. И у меня целая серия стихов. В стройках социализма или строительный отряд? Ну, в стройке социализма. Ну, не знаю. В стройотрядах. В общем, да и потом, после уже окончания института, у нас была компания такая. Про строительный отряды можно как писать? Ура! Ну, конечно. Строил, бам! И Ленин такой молодой, типа того, что, да? А тут ведь совершенно другое. И о другом. Нет, это да. Нет, у меня друг был. Очень любил землекопные работы. Он говорит, очень такая классная работа. Я думаю, о чем хочу. А в это время руки делай свое дело. Знаешь, у меня, когда ты читал стих, да? У меня образ был, что это не лопаты, а вот ты, да? Ты руками. И прям не просто копаешь, а ты вот это чувствуешь пальцами эту землю, эту глину. Это, я бы сказал, что это о ремесле вообще. Это стих не о землекопстве, а о ремесле о любом. Как воспринимать, да? Как вы прочитаете? Плотники. Как из этой же серии, так сказать. Огурец да горбушка, Умыться студеной водой, Зычный крик пастухов, Звон бичей утром, Холод бодрящий, Репники вдоль плетней, Конский щевель, Да хрен вековой, Что ни редьки, Ни пыри дорожной, Ни жизни, Ни слаще. Обезлюдила даль, На холмах свечи белых церквей. Лишь стада добирает К зиме стеки да солому, Откурлыкал, Отплакал последний косяк журавлей, Что же нам на крыло, Расстаемся с построенным дома. Час пришел, Вбить последние гвозди Под стрехами крыш, И коньки отстругать, И крыльцо... И крыльцо оторочит резьбою, Над осенним прудом Шелестит астралистый камыш, Дерево осыпают листву Под белесой звездою. А давно, По весне воловокой, Вязальвенцы, Городили леса и катили Могучие бревна. Ритуал ежегодный вершили Рабы и жрецы, Топоры к молодым небесам, Износя малословно, Извергали щепу, И шершавыми шкурами щек Прижимались к сухому, Пахучему белому древу, Заклиная его, Чтоб удача пришла на порог. Щепетали фуганки Свои щеботные напевы, В пересверках стамес Проступали проемы дверей, Принимало буровых, Вражащие хвойное тело, На Казанскую балки легли, Солнце бьет из щелей, Ходит юный настил Под ногами земных корабелов. По ночам, Мы, смывая усталость Негрустных трудов, Белозадыми рыбами Прыгали в звездное небо, Отраженное в черных оваках, Овалых бездонных прудов, И сидели на пнях, И пугали русал еще небыль, Эх, мужицкий цацкий топор Да ночной костерок, Лето шаром катит, И не раз под седыми косцами Трынтрова полегла. Подошел незамеченным срок, Мы шатры с тропил Развели, словно арки над нами, И плывем в облаках, Как скрипучий корабль чудаков. В небе птицы летят, Плещут, радуги блещут, Зарницы, А по травам бегут Среди ив по бархоткам лугов, Ребятишки и псы, Задирая веселые лица. Затрещали сороки, Морозу осеннему быть, Тянут баньки дымком. Затрещали сороки, Морозу осеннему быть, Урожай в погребах, Небо снегом грозит, Серебристым, Тянут баньки дымком. Ну, прощай дом, И дверь притворить, Навсегда унося на губах Этот запах смолистый. Здорово. 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 Вот опять, Какие образы возникают, Почему-то Балаготчина, Василий Иванович Беловов Идет с топориком, Рубить баньки. Почему-то такие, да? Здорово. Здорово. И настолько осязаем, Настолько вот картинка рисуется. И этот запах стружки. Все можно пощупать. Это ощущение. Вот когда стратегия вызывает, Ощущение внутри. Вот это настоящее стратегия. А когда ты вот, Опять же, какой язык. А когда ты прочитал, Ну, прочитал и прочитал, Отложил и неуманитировал. Саша, ты понимаешь, Вот поэзия, Ребята со мной согласятся, значит. Это великий труд, прежде всего. Тоже добыча радио. Тяжелый и неблагодарный. И может быть, тяжелее, Чем копать землю. Потому что, Когда ты копаешь землю, Ты хотя бы видишь итог. Вот ты выкопал от забора, Как говорится, Это очень важно. Есть след. А так ты, Вместо того, Чтобы отдыхать, Сидишь, Пишешь, Кропаешь. И когда убеждаешься, Что это никому не надо, Это сломанная судьба. Это просто несчастье, Как говорится поэты, Это несчастье в семье. И только единица, Единица, Удается сделать что-то такое, Что бы могло заинтересовать других. К сожалению. Тем более сегодня. Именно сегодня. Вот в наше время. Именно сегодня. Когда, Честно говоря, Поэзия, Она ведь, Мало кому интересно стала. Она стала Элитным таким, Как бы, Искусством. Искусством, Скорее, Пока для себя. Хотя, Я надеюсь, Что рано или поздно, Все-таки, Люди, Которые любят поэзию, Они смогут все-таки ходить На концерты, На выступления. Появятся какие-то, Не только личный сборник, И тиражом там 20 экземпляров, А государство, Что-то будет печатать более солидное. Это будут показывать И по интернет, Телевидению, И по первому каналу. Потому что поэтическое слово Необходимо. Это должна быть государственная политика О защите языка, Русского языка, И о защите поэзии, Которая, к сожалению, Сейчас в загоне. Несмотря на то, Что есть, Что и читать, И слушать. Ну, сегодня, Вот мы с тобой говорили, Днем, да, Созванивались, Вот тему затронуть Поэт и власть. Тема была извечная, Начиная еще с Пушкина, Отношения с государем, Его мнением. Потом, Ближе, ближе, ближе Была советская власть. То же самое, Поэты были, Ну, может, грубо я скажу, Услужение, да, Этой власти. Ну, разум. А сегодня, Вот то, что ты сказал, Сегодня власти. Поэзия не нужна. У власти есть телевизор. Слушай, Так это на самом деле и радует, Потому что Она и расцвела, Может быть, Таким пышным цветом. Может, нет. Никто не давит, Никто не заставляет. Может, это... И еще. Может, это... Раньше, когда Каждую строчку оплачивали, Вот плюсы и минусы, да, Каждую строчку оплачивали, Человек Долго будет думать, Что же такое написать, Чтобы мы больше заплатили. Сейчас он тему выбирает Совершенно По каким-то другим критериям. Она рождается где-то внутри, Он знает, Да, я напишу, Да, мне за это никто не заплатит. За то, Как мне кажется, Это здорово, Это волнует меня, Волнует моих близких. А раньше Меня это не волнует, Но я должен об этом написать, Потому что Мне повесят какую-нибудь Там жестянку на грудь, да, И скажут, Ты молодец, И... Игорь, Но сейчас Вот этот диктат, Сменился диктатом Золотого тельца, Потому что сейчас Очень многие поэты Тоже Примерные мысли Подобные великают. Я бы этого не написал, Но я это напишу, Потому что People Схавает, Потому что Мне за это заплатят, Потому что Это модно, Потому что Меня примут Там в тусовки И так далее, И так далее. То есть Такие вот Механизмы Это власть, Как бы Когда над человеком Творческим Когда над человеком Творческим Вообще Подобные мысли Ветают, Да, Это без разницы А на что он Оглядывается? Наглядывается он На власть Или Оглядывается он На тот же там Рынок На тот продастся Или не продастся Или на Ксению Собченко Да, Может быть Я соглашусь, Пожалуй, Что просто Одно давление Сменилось другим Но Знаешь, Что мне кажется Может быть этому Легче противостоять Да, Мне кажется, Что Государственному диктату Как раз было легче Присоедать Почему? Потому что Люди просто уходили Как бы В подполье И писали там И там Возникала Очень мощная Насыщенная Такая Активная Среда Где Росла И плавилась Вот эта вот Поэзия Вот этот Новый диктат Он страшнее Чем Он ласковый Он нежный Он мохнатый Он такой Он засасывает Спокойно И Он проникает В среду Он разрушает Как ржавчина Среду Изнутри Но Этот диктат Он Скорее Виртуальный Да Он менее Материальный Там была стена Вот я вижу Эту стену Да То есть Поэты власти Тема Которая по мне Прошлась Потому что Я Просто У меня были Неприятности С КГБ По поводу Моей поэзии А вот Когда жил В Симбирске Наверное Про Ленин Написал стихи Нет Нет Я Я С самого начала Был оппозиционным Как Пионером был А я Пионером стихов Не писал Пионером Я стихов Не писал Нет А когда начал писать У меня сразу Неприятности Начались С властями Поэтому В этом смысле Эта тема Прочувствованная Что называется Кожей Поэты власти Вот Но я еще раз говорю Там была стена И было ясно Что с этой стены Делать Вот я ее вижу Либо я Сдаюсь И начинаю Так сказать А это вирус А здесь Да Здесь непонятно Вот как говорят Как вот люди Которые прожди войну Говорят Ясно Враг Вот Передо мной Легче А когда Где не поймешь Это труднее Здесь приходится Бороться с самим собой Чтобы не поддаться На искушение Да Больше борешься Действительно С собой Чтобы не поддаться На искушение За тот инзурный Прочитал Игорь стихи Прочитайте вы Ну вот Я слушаю Игоря И вот Все равно Вот я Обожаю Как он пишет Но говорю Я вот пишу Совершенно по-другому То есть А все не могут Нет нет Я понимаю Я завидую Игорю Белой завистию У меня просто так не получается Я бы хотел Чтобы у меня так получалось Да Но у меня вот Другой позерк И у меня как раз Вот больше все-таки Вот Какой-то вот Что ли Недосказанности Неопределенности Вот я прочитаю Допустим Одно из стихотворений Ты в этот день Ты в этот день Короткие Чаще всего И там много Много Чего Любому товару Есть Свою покупатель Потому что Каждое состояние Близко Одним И скажем Миня Близко Есть такое понятие Как белая зависть И вот Есть ряд поэтом Которым Допустим Я белой завистью Завидую В том числе Игорь Потому что Получается Игорь Но Алаверды Сделайте Я хочу сказать Что у него Замечательный цикл Вот о провинциальном городе Не о провинциальном А наоборот Приезд провинциала В Москву Да Ну вот Там Там просто прекрасные Там стихи Я так люблю их И потом У него юморная поэзия Шикарная Просто Вот я прочитаю Из этого цикла Здесь есть Действительно такой цикл Вот он в этой книжке есть Недавно книжку издал Крылья дилет Я надеюсь Вы нам В студию подарите Обязательно Да Подарю В передаче Конечно Вот я одно стихотворение Прочитаю Из этого цикла Которым Игорь напомнил Ну Главная тема Этого цикла Два слова Значит Ну как бы Восприятие провинциалом Москвы Ну Я принцал В общем-то В Москве живу Не так давно С 2002 года Вот И Вот Родился Такой цикл Одно из стихотворений Случай на Ярославке Вот как-то На маршрутке Спешил к себе домой И вижу Проститутки На улице ночной Как в августе На даче Почти что в неглиже А холод-то Собачий Ноябрь Я крикнул Я крикнул из маршрутки Укутанный Плащом Оденьтесь Проститутки Простудитесь Еще Получите Ангину Катар И менингит Молодую Вашу спину Скует Радикулит И будете Лечиться Забыв о соболях В обшарпанных Больницах Ходить на костылях Чтобы от температуры Не вылезла коса Сосать всю ночь Как дура Эфиралгану пса Чего дрожать Как утки И ждать С тоской зарю Оденьтесь Проститутки Я дело говорю Тем более Мне это знакомо Потому что Каждый вечер Я еду домой По Ярославке И наблюдаю Эту одну и ту же картину Более того И летом И зимой И весной И в ненастную погоду И в снежный буран То есть Говорят Женщины Легкого поведения Нет Тяжелых 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 У поэта Судьба Ищет Хорошо Ты сказал А у поэта Судьба Тяжелее Ну вот Разве Ты считаешь Что Как поэта Тяжел Судьбой Да нет Я вообще Не жалуюсь На судьбу Судьба Жизнь дана Мне кажется Это высший дар Что такое А все остальное Все остальное Это как бы Внутри этого Дара Поэтому Я не считаю Просто разговорный Канцы Ну это конечно Такое Как бы Это он Я его понимаю Игорь И вот понимаю Так что Тяжела судьба В том поэта Современного Поэта Что его Стихи Они не доходят До того Широкого читателя Мне кажется Не только В этом Вот я С Игорем Тут поспорю Вот Мне кажется Игорь Что вообще Как бы Поэта Без судьбы Быть не может То есть Поэт Это всегда Судьба И именно Судьба Тяжелая Я здесь согласен С Игорем С другим С Царевым Да Что судьба Тяжелая Я с тобой Соглашусь Что все внутри Да Ты можешь по разному К этому относиться Это вот зависит от человека Это зависит от Его мировосприятия И так далее И так далее Но судьба есть И во многом Мне кажется Поэзия Это преодоление Судьбы То есть Путем Поэтического Творчества Идет преодоление Судьбы Наполню просто Смыслом Слово Тяжелая Судьба Я не понял Смысл Знаете что Я вспомнил Фильм Глеба Панфилова Тема Если помните Этот фильм Нет Тема Михаил Ульянов Там играет Главную роль Писателем И Они становились В небольшом Профициальном городе Помнишь И как Мать Учительница С дочерью Тоже учительница Они Значит Как художник Страдает А он не страдает Он стебается Там То есть На этом контрасте Как народ Там за дверью Воспринимает Какая судьба Тяжелая У писателя Как он страдает Художник Ну это тоже Понимаешь Вот он смотрит На него И говорит Какая выиграет Тяжелая судьба Он свое укладывает А Игорь сам Говорит Да не Говорит Нет Все отлично Я С Андреем Соглашусь В главном Что Судьба Необходимо Просто Потому что Иногда Читаешь стихи Читаешь стихи И видишь Что за этим Ничего нет Кроме Литературного Опыта Чтения Книг Это Как бы Пересказ Тех Мыслей Даже Красиво Написано Ты понимаешь Что это человек Судьбы Мне интересно Узнать Что же там За этим Понимаешь Между строк Нет Ну ты же Если читаешь Между строк И если Тебе ложится Это на сердце На душу То ты Понимаешь Правильно Это и есть Это у человека И ты Вот поймал Этот резонанс Читатель Как и художник Как скульптор Когда вот Работы выставляются Я к сожалению Работы Игоря не видел Ну Видел работы Других скульпторов Который О Попал Все Остановился И Какие-то Ассоциации Здорово Так Ну Давайте Вернемся Сейчас к языку Потому что Времени у нас У нас времени Осталось Мало Сделайте Такой прогноз Все-таки Пессимистический Оптимистический Что ждет Ну В какой-то Обозримом Будущем Поэзию И наш язык Ну На мой взгляд Что Существование Достаточно Больших Ресурсов Поэтических Сейчас Сайтовых Уже Сейчас Проявила Достаточно Большую Волну Хорошей Поэзии Хороших Поэтов Ну Вот То есть Я вижу По сайтам Сотни Полторы Точных Прекрасных Прекрасных Интересных Индивидуальных Очень Поэтов С богатым Языком Со Своими Разработками И я думаю Что это Очень хороший Знак В смысле Если Говорить о том Что поэзия Это Как бы Это сказать Живородящий Орган В котором Как бы Развивается Русская Речь То Это Очень Хорошая Очень Хороший Знак Того Что Все Это Происходит На мой Сайт Все Таки Интернет Как Таковой Заметно Дал Возможность Развития Языка Бродила Такое Бродильня В которой Это Переваривается И дает Очень Хорошие Результаты То О чем Сказал Игорь Что Это Гумус Поэтически Из которого Должен Кто Это Нет Игорь Ты говорил О Рождении Гения Это Само По себе Конечно Прекрасная Мысль Но Я Говорю Еще О том Что Это Дает И Обогащение Языком Как Таковому Мощный Подпор Потому Что Это Дает Выходы В язык Поддержка Во первых Будоражится Сам Язык Без Конца Во вторых Он Обогащается Обновляется Образные Какие То Дела Андрей Присоединяйся Да Нет Я В принципе Загласен Но Я Хочу Вернуться К этой Своей Мысли Что Одна Минута Если Одна Минута То Я Хочу Скать Что Если Будет Жить Русский Народ Будет Жить Русский Язык Будет Жить Русская Поэзия Вот Поэтому Начать Надо С Народа Мы Знаем Что По Прогнозам Демограф Скать У нас Может Не быть 2030 Будет Наверное С этого Надо Начать И Чтобы Другие Языки Которые С носителями Сюда Придут Да Извини И Будут Читать Русский А в латынь Мы читаем Да Великие Вергилии Да Великие Гаранцы А Народа Нет Которые Есть Наша К сожалению Передача Такой Интерес Даже Не Просто Интересный Разговор К сожалению Подошел К концу Мы Хотим Выразить Благодарность Всем Кто Нас Смотрел И Кто Слушал Нас Мы Встретимся Через Неделю Четверг Всего Вам Доброго Спасибо За Внимание До Следующих Встреч